Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 391. События дня. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. 6 января 2017 года. Я всем говорю, зарядите в ютубе. Вот эти слова в ютубе, в ютубе, не просто в гугле. Младенец родился в безвестной пещере. А почему я не показываю, где? Ну, почему? Да только потому, что не пропускает система в другие места. Можно и показать. Вот, допустим, младенец родился в безвестной пещере. Сейчас я покажу. Вот это скопировал. Теперь зайдем в ютуб. Вот. Запрос. Младенец родился в безвестной пещере. Вот она. Можно даже проиграть. Это Виктор поет. Посмотрите. Это рождественский. Сегодня Рождество 7. Вот можем прослушать. С тех пор-то табличка нет места для черни. Две тысячи лет провисела. Кормушка скота называлась, а ясли в нее... Младенец родился в безвестной пещере. Младенец родился в безвестной пещере. И хуй, и флием. Дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный адем. В ней дочь и сильный романам. Потом это будет в далеком потом. И новая эра, и храмы. Пока же жилье с бессловесным скотом. В Египет и смертные раны. Пока только ангелы знают об этом. И частью сказать пастухи. Потом будут книги в восторге поэтов. О том, кто прощает грехи. Младенец родился в безвестной пещере. В ней дочь и сильный романам. Младенец лежит пеленами повитый. Обласканный матерью девой. И в страхе раввин разворачивал свитки. И все из толкового влево. Тот камень уже не рукой отрывало. А чрево, что шире небес. И рушились троны, и гибли валы. Победный воздвигнулся крест. Младенец родился, ликвый лифлиен. Он пленал на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем. В ней дочь и сильный романам. Когда-то от голода родину бросит. К малям о виске ушла на имей. Но срочный и пешей зовет всех Иосиф. Хлеб жизни сегодня родился. Аминь. Младенец родился, ликвый лифлиен. Дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем. В ней дочь и сильный романам. Младенец родился, ликвый лифлиен. Дом хлеба на все времена. Пещера безвестная, чудный Эдем. В ней дочь и сильный романам. Вот это стихотворение мне Господь позволил написать. А Виктор Николаевич положил на музыку. Вот можем теперь даже показать, где вот оно, как идет. Можно взять контур, нажать и туда выйдешь. Теперь мне пишут. Игнатий Тихонович, добрый день. Слава Христу. У нас большая радость. Получили ваши книги. Все книги выписали. Выписали, заплатили, получили. В течение недели дошло до Красноярского края. Огромное вам спасибо за ваши труды. Теперь на долгое время читать, не перечитать. Радоваться и научаться. Спаси Христос. С уважением, Елена Слунова. Я открыто показываю имя, фамилию. С этими уже ничего не сделают. Никакие ДС. Уже люди эти определенно получили и видят. Но это беснование-то их вокруг. Оно никакой роли не играет. Я покажу сейчас один из роликов. Какие новые ставят. Там свет Христов, обличитель Лапкина. И чего только нет. Я даже маленькой крошечкой чем-то здесь уподобляюсь Григорию Ефимовичу. Распутина, на которого были такие нападки. Нападки невиданные. Но на меня-то что? Ну и не каждый может показаться, чтобы такие силы были брошены. И сообщают Одесский монастырь. И Печерская Лавра. И Дворкина. И Сергия Лавра. Это все против меня. Тульская Епархина. Кузнецкая. И все это исследуют. Кемеровская. Сколько уже перечисляют. Конца края нет. Давай дальше. Галина Влеська. Новокузнецк. Мир вам, Игнатий Тихонович. Рады вместе с вами о призывании нашим патриархом Кириллом, священников, на проповедь о Христе народам. Но почему вы обмолвились в одном из роликов, что не пойдут священнослужители по всему миру с проповедью о Христе? А как же слово плоть бысть? Радуйтесь и тут же отвергаете. То есть я радуюсь и ничего не отвергаю. Я знаю их жизнь. Да? Придите ко мне все труждающиеся обремененные. Я радуюсь этим словам. Но говорю, не придут. А почему? Еремия это говорит. Итак, идите. И они ответили, не пойдем. Они сами сказали, иди, попроси Бога, что ответит. И мы сделаем. Говорит, не сделайте. Я узнаю. Через здесь идеи приходят, ответ пришел. Ну и пошли. Нет. И они сказали, не пойдем. Ну я же вам говорил это. Они не пойдут. Зачем они пойдут? Кадилам отмахал, лишь бы кадила в руках ходила. Неверующие попы. И патриарх уже который раз призывает выходить на улицу. Они понимают, православие кончается. Им питаться будет нечем. Ну еще народ будет приходить за водой. Да и вода-то на крещение тухлая. Тина, грязь. Там все только не появляется, пишут. Раньше-то этого не было. А слово стало плотью быть. Ну лишь словом здесь. Евангелие от Иоанна 1 глава говорит. Слово было плотью. Это Христос. Это не о слове, не о проповеди речь идет. И слово было Бог. А слово проповеди, оно Богом и делается. Радуюсь и тут же отвергаете. Отвергаю как? То есть я знаю результат какой. Знаю призыв Божий и знаю, что никогда не пойдут. Дальше. Печально. Печально. Всегда приглашаю на благовестие священства и в больницу, и на улице. Но ответ один и тот же. Как-нибудь в другой раз. Либо что вы, это не для меня. Видите, вот она сама и подтверждает, что мои слова правы. И в голове моей всплывает образ Титаника. Как трагична судьба его. Ну вновь зову батюшек на благовестие. С завлекушком, кавычки, в храмы Божии, да наступит конец. И облекутся пастыри огненной проповедью о Христе Спасителе к народу. Спрашивают, поверите? Нет, не поверю. Они боятся. Они трусливые и бесталанные. Талант там, где дух Господень, свобода. Они рабы. Придумали миссионерские отделы. Их проще назвать бирой в преисподнюю. Обман. Самый лютый обман. Самых же сокосердных туда враг натянул. А что нужно сделать? Молиться и плакать учиться. Учиться болеть и учиться умирать. Да пребывает Дух Святой от Господа нашего Иисуса Христа на вас, братья, с наступающим Рождеством, любимого нашего Спасителя. Аллилуйя. Так. Василий Л. Приветствую вас. Да, Игнатий. Да ужасно тупой бородатый гопник. То есть я здесь покажу ролик, который, я говорю, посмотрите, ну ролик против меня специально сидит, матерится непрерывно. Я вообще на всем-всем разослал. Я не прячу этого. Говорят, когда говорят, хорошо, тут ни одного слова нет, одни матерки. И вы сами послушайте. И какой отзыв от этого? Почему? Сатана. А мне от этого блага блаженны вы, когда имя ваше понесут, как не угодно. Он говорит о лагере. Ни одного слова нет, правда. Ничего нет. Почему? Чтобы такой ум иметь, это надо 10 лет непрерывно жить в блуде. Непрерывно блудить и блудить, чтобы мозги полностью были стерты. Это блудник. Блудник в буквальном физическом смысле. Дальше. Делая тупые выводы, абсолютно не разобравшись в сути дела. Бог все видит. А я уже в самолете нахожусь. Вылечились 15 минут. Лечу из Новосибирска в Бишкек. Уже долетел и показался вчера. Еще раз благодарю вас за гостеприимство и молитвы. Я дальше пишу. Сатана вовсе истощился на своих клевретах. Детям не смотреть, как дьявол куролесит по полной программе. Спернословит безудержно. Значит это, что за нами нет ничего. А иначе зачем бы сатана изощрялся во лжи, придумывая новый сорт блевотины через этих, в кавычках, репортеров. Евангелетана, 8 глава, 44 стих. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Называется православно-трудовой лагерь, почему-то в кавычках стан. Но я контроль нажму и сразу наведу курсор сюда. Вот смотрите, его откроет сейчас. Всем привет, друзья, с вами Александр. И сегодня я расскажу вам про православно-трудовой лагерь стан. То есть он ничего не может рассказать, наколотый весь. И непрерывным потоком, вот через эту дыру, где там зубы видят, видно, сатана с целым легионом вылазит. Вот прослушайте. И для чего? И пожалуйста, 1173 человека, которые получили эту порцию яда. Вот свет Христов, обличителей, и каких только названий нету. А почему? Любовь. Значит, я не такой, как они. Явно. Зачем бы они говорили? Ну, сами посмотрите. Я его не хочу показать. Нельзя, потому что он матерится ужасно. Вот. Теперь посмотрим дальше. Там не надо трогать. Ну, включил это. Зачем я его? Ну, фонит так. Ну, ладно. Спорить не буду. Не надо. Дальше. Можете... Можете оставить свой комментарий под этим пасквилем. То есть его, где он там есть, вот под этим роликом его, где он сидит, этот наколотый. И там оставить свой комментарий. Если бы они были кто-то в лагере, знает или что-то. Дальше. Олег один пишет. Что говорить? Человек одержимый. И такого не исправить. О нем только молиться. Пусть сам Господь его вразумляет. Всем понятно. Никак. Я сквернился через этот ролик, посмотрев. Даже голова заболела. Вот как. А он-то думает, он дело делает, он нападает. У него что-то есть. А у него ничего нету. Ничего. И блудницы ему не нужны. Ни табак, ни матерки. Человек отживший. И жизнь его короткая. Может, он накачался наркотиками. Но сатана знает, куда напасть. Чем заняться. И какие-то что-то показывают о нас. Нет. Дальше. Сергей Козлюк. Мне отвратительно было смотреть данный ролик. Я только сожалею, что он в свободном доступе. И его могут увидеть другие люди. Молодой человек, который находится в изнеженном теле, который испоганен начертаниями бесовскими, изрыгает хулу на Духа Святого, касаясь такой тематики, как, например, Бог, пост, вера, духовно-трудовое воспитание. Те святыни, которые прошли тысячелетия и остаются незыблемыми, оскорбляют в нецензурном выражении другого человека и труд его, служение. Это несравненно известно, чей присутствует почерк врага рода человеческого. И вот представьте, что этот ролик посмотрят какие-то еретики даже или мусульмане. И только один вопрос. Зачем, Господи, эти люди живут? Зачем они нужны? Зачем? Им одной минуты не дадут жить. И они этого не понимают. А почему? Отрава. И он дальше. Я атеист. Я там называю себя. Александр Марьясов. Мир вам, Игнатий Тихонович. Посмотрел ролик, я просто поражен. Вот такой наглый и подлый лжи я давненько не встречал. Ну, да это ладно, переживем. Жаль душу этого парня. Он просто не понимает, что творит. Он в эту обойму вбил все от хулы на Господа. До перехода во лжи на личности. Ясно, что это, во-первых, не сам он, а явный заказ. Его просто убедили, что с такой тематикой он себе поднимет рейтинг в Ютубе. Но это не доказано. Может, и под ними среди себе подобных. А вот душу изморал до такой вони, что через монитор воняет. Вы сильно не встречаете, Игнатий Тихонович. Сколько их уже было таких и не таких. А вот сколько еще будет через таких, мы становимся сильнее духовно. Учимся сдерживать себя, хотя внутри клокочет. Спаси Христос. Вот, показать. Уже заказное все. Какие у нас ресурсы. Это мой мир. Тут очень много взято. Все перекачиваю. Сейчас перестала система работать. С Ютуба я перекачивал. Сначала с Ютуба снимаю все на рабочий стол ролики, а потом заново сюда перекачиваю. Некоторые почему-то не переходят на Ютуб, а любят в нашем мире слушать. Вот так. Ну и очень большой православный форум. Вот интересно. Вот эти ролики выставляют. Как они начинают где-то что-то выставлять? Вчера два с половиной раза посещаемость увеличилась в один день. Вот. Ну и видеоканал. Тут все. Вчера уже я ложился спать. Вот интересно. В ночь перед Рождеством Христовым размышления рядом. Послушайте. Вот посмотрите. Интервью берет. Разгнать не надо. Ничего нельзя. Во-первых, никакой роли не играет. Что я знаю, я не знаю. И нужно согласиться с тем, что... Вот видите как. Уже ложился спать. Что здесь? Сколько посетили за это время? За ночь? 260 посещений. Ну и самый большой ресурс у нас. Вот что-то кто-то зашел один. Ну если натолкнуть сейчас на богохульника, тут... Ну я не знаю. Милашка и компашка. Видите? Ни фамилии, ни имени, ничего нет. Прокомментировал ваше видео. Что тут вырывает пни? Ну вот, а что он тут пишет? Машина. Не машина, а зверь-монстр. Бульдозеру тупо не хватает двигла. Чуть не глохнет от нагрузки. Издвигла. Ну понятно. Тут ничего нету. Слава Богу. Без матерков обошлось. А кто нападает больше-то, чаще исповедуется, чаще причащается. Православные. И вот сегодня один зашел. И видит там, собираем ягоды. И сразу секта. Опять еще какое-то что-то есть там. Где-то идем беседуем. Секта. Он ничего больше не знает. А почему? Он в храм ходит. Исповедуется и причащается. И как правило ДС. С чем связано, не знаю. Так. И вот наш сайт. Во свете Библии. Вот здесь самый главный вопрос и ответ. И мы начали работать по житиям. Сейчас будем насчитывать. Так. Ctrl-A. Ctrl-S. Тут надо поработать. Опять найти Word. Ctrl-V поставить. Ctrl-A выделить. И на шрифт 20 произвести. Давай. Вопрос 1804. 7-й том открытым оком. Насколько можно доверять описанию внешности святых, их образу мысли? Из каких источников Дмитрий Ростовский писал эти жития? Это мне вопросы, которые люди задавали в университетах, где я вел занятия, в школах, по радио, там. Ну и вот из этих бумажек составил. Ответ. Полностью нельзя доверять ни Дмитрию, ни другим. Он был прекрасный писатель-полемист. По-советски агитатор за хорошее светлое будущее в монастырях. У него работала фантазия фантаста, как у Герберта и Ершова. Очень много скучно-стандартных описаний. Видимо, материалов совсем никаких не было. А вымочить уже не было сил. Он болел, и церковное устройство было в развале. Попы безграмотные, нравственность аховая. Жития эти уже окончать надо, чтобы примерно равное количество и по объему на каждый месяц набрали. А данных ноль. Это сегодня понятно и семинаристам, и никто почти не верит этим его житиям. Но пока они есть, мы их читаем. Если уже нет доступа к Библии, тогда пусть будет то, что питала Русь целые тысячи лет. По крайней мере, домострой подновим. Многие сомневаются о чудесах, примучениях. Что святые, как бы железное, тверже железо. Что бы ни навалилось на них, они не падают. Тут надо верить, Бог все может. А вот там, где против Библии, где труды иноческие, звездные, обеты иноческие, равноангельные, бестелесные, кончина иноческая, благоуханная, где все-все иное, чем в Библии, тогда как бы ни оказались и они, и мы иными иноческими. Ино от Бога и ино от Библии. Иеремия 14, глава 14 стих. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное и гадание и пустое и мечты сердца своего. Что если в Библии были такие пророки, почему они не могут быть здесь? Иное Бог не посылал, не повелевал. Иеремия 23, глава 21 стих. Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Много писалось чужого голоса, чужого видения, чужого писания. А это все такое разное и друг от друга опровергает часто. Дальше я не просто беру жития, а беру указывать день и дальше кавычки из этого жития конкретно по вопросу, что было сказано. Посмотрите, насколько необыкновенно. Это не просто оригинально, это единственные ответы по житиям святых. Христофор, 9 мая, кавычки открыты. Память святого Христофора весьма чтится как на востоке, так еще больше на западе, особенно в Испании. На западе прибегает к нему во время заразительных болезней. Одни утверждают, что святой Христофор по происхождению своему был хананеем, а другие производят его от канинеев или кинокефалов, собака и голова, антропофагов, человек и есть. Песей, вид святого в славянском прологии отвергается, а Никодим, синоксористе, дает ему только безобразный вид. Ну, давайте прочитаем стихотворение. Оглядываться стоит и почаще, особенно глухому в темноте. Увидишь в храме из кармана тащат, что не припрятал то, над чем корпел. Назад не озирайся, что оставил в развратном прошлом гибнущем садоме, на вожделение закрытые веки ставни. Каким пропащим был, об этом помни. Не вспоминай своих заслуг великих, опочивая сном на прошлых лаврах. Парализующие прежние улики расстраивая ум на ранах старых. Прошедшее, прощенное Иисусом, он бросил за хребет свой и забыл. Каноны вехи в обновленном курсе. Таланты в дело, но не нараспыл. Не озирайся, что оставил, бросил, пожертвовал так много и Егове. Не задавай ненужные вопросы. Довольствуйся, избегнул малой кровью. Припомни, сколько раз погибель тебя подстерегала в подворотне. Как прошептал испуганно молитву, перекрестился леденело-потный. Спаситель наш, Создатель, наблюдал. На прошлой в испуге озираюсь. Да, вот теперь как раз тот час настал. Христа прославит за любовь и жалость. Наш плуг прямую борозду ведет, скрываясь за вчерашним горизонтом. Все беды не обдумать наперед. И в каждый день неопыт нас просонок. Что не скажу, так часто не в попад. Ни к месту, ни во время, ни по вкусу. Задел свидетельством епископа Попа. Да угодить бы только Иисусу. Вот видите как. То есть напротив каждой строчки 36 строчек, 9 куплетов. И 36 раз надо открыть Библию. Посмотрите. Если кто знает, в мировой литературе такое было. Или есть. О чем? Я не знаю, но мне Господь просто подвил на это, чтобы люди любили Библию. Вот сколько стихотворений. Представь, тысячи стихотворений и 36 тысяч раз надо открыть Библию. Ясное дело, что если не знает, то я сейчас скажу данное. Давай. А о чем речь идет? Жития верный ли? Ободрись. Я бодрый. Что взяли, что я не бодрый? Слава Христу. Вот так мы. Вот я сейчас что сказал? Вот статистика Библии. Некоторые, допустим, даже не знают. Вот статистика по Библии. Я не знаю, тут видно или не видно. По Библии в русском переводе по синодальному. Издана 1876 года. Или увеличить? Видно. А? Видно. Видно. Вот каждая книга. Вот я расчет такой провел. Сколько глав, сколько стихов, сколько слов, сколько букв. В каждой книге. Подряд все книги. Теперь можно выстроить, какая больше, какая меньше. И тоже сделал. Вот смотрите, сколько. Новозаветные книги. Так, не канонические книги. Каждая книга. Сколько глав, сколько стихов, сколько слов, сколько букв. Потратил много времени. Евангелие от Матфея. Вот смотрите, сколько слов. Пожалуйста. Во всем. В Евангелии от Матфея слов и сколько букв. Вот Новый Завет. Ветхий Завет из канонических книг. В неканонические книги. 13-14 главы пророка Даниила. Молитва Монассии. Ну и так далее. Новый Завет содержит 27 книг. 260 глав. Считай, сколько? 7955 стихов. 129 596 слов. 612 909 букв. Библия каноническая. Сколько книг? 66 книг. 1189 глав. 31 227 стихов. 568 502 слова. 2 672 374 буквы. Теперь с неканоническими книгами. 77 книг. 1361 глава. 37 082 стиха. 669 284 слов. 3 172 512 букв. А дальше, сколько точек во всей полной Библии с неканоническими, запятых, точки запятой, двоеточие, восклицательные, вопросительные, кавычки, скобки проблемы. Знак черта в Ветхом Завете и в канонической книге сколько раз? 2952. В Новом Завете? 488. И кратко. Йота. В Ветхом Завете сколько раз? 20 809 раз. В Новом Завете? 5 236 раз. Итого в Библии черта сколько раз? 3 440 раз. А Йота? 26 055 раз. О, Матфея 5 19. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна Йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Вот так. Чтобы узнать, исполнится, не исполнится, печатают, вот дал такую статистику. А зачем нужно? Я просчитал в первый год, как уверовал, в 1962 году, такая статистика, когда она была на английскую, каноническую Библию. На русской нигде не нашел. Ну, ничто, что не нашел. Я тут же сел и начал заниматься. И вот такие данные и есть. Дальше вопросы. Что? Вот теперь опять контр-ЛА, контр-ЛС. Вот посмотрите, как делается здесь интересно. Новая, открывая страницу, это быстро контр-ЛВ. Опять выделяю, чтобы сделать крупным шрифтом, легко было считать. Все. Считаем. Вопрос 1806, седьмой том, открытым оком. Я слышал, что вас упрекают близкие вам люди за то, что будто вы как-то иначе учили отношению к житиям святых. А теперь так многое в них отрицаете. Ответ. Не люди, а всего один человек, который забыл, что мое отношение к житиям выражено в начитанных мной житиях на пленке в начале 80-х годов. Действительно, кое-что я тогда еще не говорил в печати, да и возможности такой не было, высказаться на страницах какого-либо издания. Но мое отношение было выражено в несогласии с читанными ударами колокола, где написанное не исходилось или явно противоречило Библии. И таких мест было около 136. Это и говорит, что я и тогда не был согласен с тем, что идет явно вопреки Слову Божию. Самое главное несогласие было тогда и сейчас в том, что последний наказ Христа перед вознесением Его на небо и идти благовествовать живущим на земле Его Слово о Его любви и искуплении отвергли. Пошло совершенно в другом направлении, бегство от этого мира в пещеры, в монастыри, в пустыне, несогласие с их благословением на войну. Теперь же вывел афоризм, который будет жить. Монашество погубило евангельскую веру. Галатам 2 глава 14 стих. Но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Филиппийцам 1.27 Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Это слово «евангельская вера» самое противное монашествующим. Им нужна иноческая вера, молчальничество. Бесердевство. Монашество – это абсолютно не евангельское построение. Дальше вопрос. Вопрос до 1807. Почему в житиях постоянно все клянутся? И не просто прохожане, а те, кого называют святыми. Ответ. По бесстрашию, по неверию словам Христа. И авторитет этих святых нас не должен немало убеждать, что они были правы. Когда они клялись, то их нужно было за клятву наказывать, согласно канонов церковных. Евангелие от Матфея, 5 глава, 34-37 стих. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что оно город великого царя. Не головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Ну да будет слово ваше. Да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Апостол Лаков, 5 глава, 12 стих. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакую другую клятву, ну да будет у вас да, да, или нет, и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению. Почему говорю да? Сказал да, стой до конца, да, не отступлюсь. Нет, значит нет. Не надо думать, что я сегодня буду по-другому отвечать, чем вчера. Василий Великий, правило 29. По всему поклявшийся должен исправить свои мысли, а не стараться утвердить свое беззаконие. Грех всячески должен не спровергать и истреблять. Вот интересно, Иоанн Златоуз говорит о клятве просто бесконечное число раз. Я в симфонии это выставил, где кто клянется, за порог церковный не запущу. Куда еще грознее, не говорешь там о причастии. Никола Чудотворец, 6 декабря. Это все по старому стилю, кавычки открыты. Если бы говорил спасенный отец, не восставил меня твоими пищедротами, великий и в милости Господь, то я, несчастный отец, давно уже погибу вместе со своими дочерями в огне Содомском. Ныне же мы спасены тобой и избавлены от ужасного грехопадения. И еще много подобных слов говорил он святому со слезами. Едва по дням его с земли, святой угодник взял с него клятву, что он во всю свою жизнь никому не поведает о том, что с ним было. Это Никола Чудотворец. Он не только клялся, а других заставлял. Даже невероятно. И у Леония, 21 декабря. Кавычки открыты. Она же, исполненная доброго упования, возражала и безбоязненно говорила, «Неужели ты подобен глухим богам своим, ибо имеешь уши и не слышишь? Не сказала ли я тебе, склятываю, что не может быть у меня общение с Еле-Висеем, если сначала он не согласится поклониться Христу моему? Итак, не обманывайся, не пустословь, надеясь убедить меня. Если хочешь, обратись и ты к Богу моему. Если не сделаешь этого, то убей меня, брось в огонь, покрой ранами, предай зверям и подвергни как угодно, мукам. Но я не послушаюсь тебя, ибо ты противен мне. Супружество с тобой для меня все равно, что дружба с бесами, и брак с тобой тоже, что гроб смердящий, положенный перед глазами моими. Обручена она была Еле-Висею на девятом году от рождения своего. На восемнадцатом же году кровью своей сочеталась с женихом бессмертным. Вот, пожалуйста. Макарий Александрийский, 19 января. Спросите кого, священники и другие, которые выступают, там до Осипова. Скажите, места писаний где запрещена клятва-то? И вы увидите, какой ответ. Картошку нашел. Макарий Александрийский, 19 января, кавычки открыты. Когда я продолжал Мапалладий, рассказал о том пресс-фитеру, то он склятво обещался более не священнодействовать. После всего преподобный Макарий, взяв того пресс-фитера, сказал ему, веруешь ли ты, что существует Бог, для которого нет никакой тайны? И пресс-фитер исповедал свое грехопадение и обещался более не грешить и не священнодействовать, но жить мирским человеком. Да. Память трех жен, 10 сентября, кавычки открыты. По прошествии нескольких дней один вельможа, услыхав о мне, прислал своих рабов, желая силой взять меня к себе. А посланные требовали, чтобы я немедленно шла к их господину. Но в настоящее время я одержима женской болезнью и нечиста от постоянного кровотечения. Затем я пригласила к себе родственника своего, человека богобоязненного, и под страшную клятвою взяла с него слово, чтобы он распродал мои поместья и дома, и вырученные суммы раздал нищим. Клятва на клятву идет. Жития святых какие? Варлаам Новгородский, 6 ноября, кавычки открыты. Святой отрекся от мира и от всего, что в мире, и удалился в пустынное место. За ним последовали Прокопий Малышевич, постригшийся потом под именем Порфирия. Его брат Феодор и другие жители Новгорода, желавшие подвязаться в тишине и безмолвии. Святый Варлаам принял иноческое пострижение от некоторого священа инока. Преподобный Варлаам неустанно поучал всех, приходивших к нему. Чадо, влюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите, воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост, берегитесь судить неправо, не клянитесь лживо, давши клятву, исполняйте ее. Видите, Христос говорит, не клянитесь, они клянутся, они Евангелие не знали совершенно. Марк, постник, 5 марта, кавычки открыты. Всей святой подвижник превозошел всех иноков постническую жизнь своей. Рекорды ставили постническую, но никуда не пошел. Предавшись вместе с тем изучению божественных писаний, он достиг совершенства в добродетели. Душевная чистота преподобного была так велика, что монастырский пресвитер, как сам склятву и свидетельствовал, никогда не преподавал ему божественных тайн своей рукою. Но всякий раз, когда он приступал к святому причащению, то принимал святые дары от ангела, который держал лжицу и сам причащал его. Лжица – это ложицу, ложку. Слуга преподобного говорил, что никогда не видел, чтобы он плюнул когда-либо на землю. Такова была его кротость. Преподобный пребывал в иноческом свании 40 лет и нес подвиг поста в течение 60 лет. Ста лет от роду он отошел ко Господу. И понимаете, отошел ко Господу. Вот все против Евангелия делал и отошел ко Господу. Это житя святых, кавычки закрыты. О, как Писание хорошо знал. Дальше. Стихотворение. Смерть согрешивших держит на примете. Семь с половиной тысяч лет упорно. Внезапно гибнут взрослые и дети. На море, по пустыням и в ущельях горных. Любой предмет, конверт, копыта, зубы, стекло, веревка или провода. Во всем есть смерть. Кого-то это сгубит. Та вещь уже на нас нацелила рога. Смерть окаянная незримо притаилась. Безвкусная рыбья кость за столом. А у кого-то... А кто-то... А кто-то у вина попал не милость. Пяти десятый не вдоспел псалом. Подобное в кино смотрел и в книгах. Не раз примеривал греховности своей. Что зафиксирует мой взгляд в последнем миге. Постель любимой смерть проскользнет ко мне. Так каждый день, вставая и ложась, Прилаживаясь к смерти, Представляя, что жить в продолжении малый шанс. За чей-то счет бесплатно на халяву. Приговоренный к самой высшей мере, Еще в утробе, в чреслах у отца, Угарным газом задавлен узкой дверью, Сгримасы искаженного лица. Мне не обещано с улыбкой умереть, Но заповедано быть верным до конца. Молиться за врагов, благословляя смерть, Пока по шее не пройдет коса. Читая жития святых, Любуясь кончиной благородной по Писанию, Примериваем вещь к себе любую, Проблеять овцами, а не рычать бы псами. Под спалитвой за врагов, Калина преклоненным, Подмечь склониться в царственном поклоне, Войти в число спасенных миллионов, Тлен заменить победным благовоньем. Так что, клятва. И на этом все. Слава Христу! Слава Христу! Благодарю! Что-то...